Друзья, всем привет! Особенно приветствую всех тех, кто подписался на канал, потому что им нравится автомобильная тематика. Я сейчас стараюсь хотя бы раз в неделю выпускать ролики, где владельцы рассказывают про свои автомобили. Почему купили, что по содержанию, чтобы это было полезно, понятно тому, кто присматривается к новому автомобилю, либо с пробегом. Как вы знаете, вот эта BMW моя. Я второй владелец. Куплена она была первым владельцем в 2016 году в ноябре. Таким образом, сейчас автомобилю пошел шестой год. Я про нее периодически снимаю серии. Последняя была уже практически три месяца назад на канале. И вот сегодня я хочу сделать еще одну серию, эмоционально по-живому вам рассказать, какие сюрпризы выкидывает вот этот немец с пробегом. Пробег, подчеркиваю, реальный на сегодняшний день 73 тысячи километров. Но сколько денег она посасывает, я иной раз сам удивляюсь. Вот присаживайтесь поудобнее, у ролика будут тайм-коды. Но вот тем, кто присматривается к вторичке, кто подумает, а не взять ли пятерочку, вот вам этот сюжет будет полезен. Потому что я как владелец по-честному рассказываю, сколько денег на нее уходит. Я на машине не экономлю. Вот для того, чтобы она была в идеальном состоянии, прямо сейчас вы узнаете, сколько в очередной раз я отвалил денег. Приятного вам просмотра. Спонсор выпуска, кстати, очень интересный, рекомендую не промотать. И далее мы переходим к основной теме. Я не открою ни для кого Америку, сказав, что в последние годы цены бешено растут на все. Мы с вами автомобилисты. И что я вам хочу рассказать? Друзья, с ростом цен растет огромное количество контрафакта. Сейчас я вам расскажу несколько интересных историй про моторное масло. Подделывают порядка 70% рынка. И подделывают абсолютно все, как известные VIP-бренды, так и даже наших отечественных производителей. И вот для того, чтобы вы не вляпались, производитель моторного масла Равенол сделал многоуровневую систему защиты своей продукции. Вот просто вдумайтесь, что делают люди, чтобы вы не нарвались на контрафакт. Первое. Многослойная голограмма в левом нижнем углу. Когда вы будете на нее смотреть под разными углами, она дает вам надписи Равенол, Равенол. Самое главное, что она вплавлена в бумагу. И когда вы проводите пальцем, вы не должны чувствовать никаких выпуклостей. Второе. Это трехкомпонентная пробка. Она вообще запатентована. Вы вдумайтесь. Эта пробка изготовлена технологией вплавления пластиков разных цветов. На дорогостоящем оборудовании, которое есть только на заводе в Германии. Третье. Водяные знаки. Прямо под логотипом Равенол расположена надпись Равенол Джормани Ориджинал, которая светится под ультрафиолетовым светом. С обратной стороны идет многослойная этикетка, которая должна легко отклеиваться. И здесь идут надписи технические на разных языках. И самый основной элемент защиты в виде скрытых одноразовых кодов, размещенные под защитным слоем на задней стороне канистры. Подделать эти коды невозможно. Верхний код предназначен для продавца, а нижний для покупателя. Эти коды можно проверить на специальном сайте производителя. На сайте пишется, сколько раз их уже водили. Другие производители зачастую просто пишут «Масло настоящее» или «Этот код уже проверялся, но не пишется, сколько раз». Таким образом, упаковка масел Равенол обладает одной из самых сильных и мощных систем защиты. Даже сама канистра сделала настолько сложным по форме, различные выштамповки, что тоже создается неспроста, чтобы ее было сложнее и сложнее подделать. Друзья, если кто-то готовится к ТО и использует моторное масло Равенол, теперь вы знаете, как проверить, что вы покупаете именно оригинал. Все подробности по ссылочке в описании. Не дайте себя обмануть. Последний раз на сервисе я был три месяца назад. С одной стороны, можно сказать, ну неплохо, три месяца. Так вот только за эти три месяца я проехал на автомобиле две с половиной тысячи километров. Я езжу не так много, как вы уже могли заметить по общему пробегу. Ребята, последний раз, когда приехал, сделал полное техническое обслуживание. Всегда приезжаю в один и тот же сервис сейчас, чтобы люди вели машину. И говорю, я на ней экономить не собираюсь. В силу того, что новые автомобили ушли по цене куда-то в космос, про это я сегодня кратенько, но поговорю. Этот автомобиль мне нравится, меня в нем на сегодняшний день на 95% все устраивает. И поэтому было принято решение в машину сразу вкладывать. Вот что нужно сделать, сразу меняем. Это важно. Говорят, задний сайлент-блок заднего редуктора потрескался. Неплохо было бы его поменять. Сразу заказал. Подушка опоры двигателя нужно менять, уже подходит. Сразу заказал. Масло в коробке с поддоном. Говорят, раз в пять лет надо менять по-любому. Сразу заказал. На строжке ничего такого нету. На магнатиках есть. Остаточки. Ну, как бы износа. Ну, это все в пределах допуска. Как бы все хорошо. Гадроблок у нас. Систем гадроаккумулятор. Все тут хорошо. Все, я лежал в багажнике. Думаю, ну, хорошо. Сейчас прокачусь, там, пять-шесть тысяч кмэ, там, семь максимум. Поеду делать очередное ТО. И разом все, я это дело поменяю. Проходит буквально две с половиной тысячи кмэ. Мы поехали с оператором снимать тот самый сюжет про дом с трещиной. Доехали нормально. И вот тут как-то по щелчку пальца. В конце дня садимся ехать обратно. Я чувствую, что машина как-то странно себя ведет. Пошла вибрация. При этом никаких ошибок абсолютно нету. Едем и едем. Все окей. Так еще самое главное, когда остановился, открыл окошко, слышь, она прям как-то гудит. И понимаю одно, что что-то здесь неисправно. Но что вот так вот сходу, например, я не знаю. Я как бы не специалист по BMW. Это для меня первая немецкая машина. Ранее, когда я владел японцами, я с подобными проблемами вообще никогда не встречался. И самое главное, что пробеги у меня были вся в два, в три раза больше. Вот, например, на сегодняшний день на Nissan Murano у нас, там уже за 200 тысяч он ушел дальше. Отдельно снимем ролик, покажем про него. Нужно пригонять машину и уже вживую диагностировать. Что пальцем в небо тыкать? Я думаю, ну окей. На следующий день я сажусь, запускаю автомобиль и вижу такую проблему, что то вибрирует, то не вибрирует. Едем вроде нормально. Опять вибрация происходит. Короче, работает, не работает. Приехал. Классная тачка. Бэха пятерка. В понедельник я вот на сервис приехал. Хорошо хоть сам, не на эвакуаторе. Оставляя автомобиль, было договорено так, что сразу все это дело, которое лежало в багажнике, а в багажнике, реально, пол багажника, запчастей, масел и так далее, все лежало. Думаю, будем менять. Кстати, вот, друзья, вывожу на экран. Запишите сразу себе просто в телефон номер Александр. Это у которого я закупаю запчасти. Отправляете просто ему СТС-ку с вашим вином. Говорите, Саш, нужен там комплект для ТО, что-то по запчастям, может быть, надо. Он вам все подберет. Как оригиналы, так и аналоги. Я покупаю только оригиналы. Я оставляю автомобиль и понимаю, что сейчас это будет здесь просто на целый день. Нафиг мне это надо. Заказываю такси, уезжаю домой работать. Ребята начинают диагностировать и выясняется, что прилетела у нас помпа. Я выкладывал сториз в инстаграм. Рекомендую подписаться, кто этого еще не сделал. Что вот приехал на сервис, что машина потом обратно вернулась. На эвакуаторе многим было интересно, что с машиной. И начали писать. Что, коробка? Ага, мотор, цепи. Один человек сходу угадал, говорит, помпа. Говорит, все под копирку. И это реально так. Вот эти проблемы, которые я вам сегодня озвучиваю, это, внимание, потенциально владельцам, стандартные болячки BMW. Вот сейчас помпа, следующий шаг, теоретически, это должны быть цепи. Они здесь могут растягиваться. У кого-то это к 140 тысячам, у кого-то к 100, к 120. Сам факт того, что следующий шаг, по идее, это будут цепи. Помпа обошлась, оригинальная, 29 тысяч рублей. Я ее купил уже на месте в сервисе. Там у них есть экспресс-доставка. Заказали, тут же все это быстро дело привезли. А вот сейчас начинаем считать. 29 тысяч рублей уходит за помпу. Масло для коробки, поддон, задний сайлент-блок, плюс опора. Это еще 25 тысяч рублей за все в круг сразу. Плюс за работы взяли 20 тысяч рублей. Ребята, весь день. Она с часу дня до 8 вечера была на сервисе. Плюс обратно машина приехала на эвакуаторе. Отдал 5 тысяч рублей. Итого в круг 80 тысяч рублей. Пожалуйста, будь добр, отдай за автомобиль. Здесь можно сейчас начать. Но это же BMW. Вот это вот ломучее говно. Тем более, вот это калининградская сборка. Все понятно. Не забывайте, пожалуйста, про одно. Что автомобиль идет в шестой год. Все имеет эффекты старения. Автомобиль эксплуатируется. Что-то изнашивается. И, соответственно, про это нужно не забывать. Плюс ко всему, любой там владелец, фанат BMW, кто всю жизнь катается, он понимает, что вот эти, ну это болячки есть. Вот есть это у этой модели. Соответственно, бояться этого или нет, вот для вас это полезная информация, да, намотайте ее на ус. Мне некоторые говорят, вот и нахера тебе это надо? Вот машина сосет денег. И я вам больше скажу, когда она завибрировала, меня это даже взбесило. Меня просто взбесило то, что две с половиной тысячи км назад я был на сервисе, мне все посмотрели, сделали все диагностики, никаких ошибок нету, все идеально. Ну и сайлентблок нужно поменять, треснул он. И то, как говорится, походит еще, нет смысла его сразу меня здесь сейчас. Опора походит, нет смысла ее сразу здесь сейчас менять. Тут проходит время, ты запускаешь автомобиль, а он вибрирует. Это неприятно. И самое главное, я уже об этом говорил, что каждый раз, когда я уезжаю с сервиса, мне жмут руку и говорят, вот сейчас все в идеале. Больше нареканий, вот на сегодняшний день, ну нет никаких с автомобилем, ничего делать не нужно. Но что будет с ним завтра, для меня это прямо сюрприз. Мне даже вот самому интересно, что сломается здесь в следующем. То двери потекли, я вам рассказывал, то еще что-то происходит. Поэтому вот это, как вот в последнем ролике, да, там отмечали, что BMW это лотерея. Опять же, как понять лотерея? Другой будет кататься и будет говорить, а у меня все в идеале. Ну можно вообще ничего не делать с тачкой. Масло не менять, ошибок нет, она ездит. Сайлентблок не менять, вообще ничего не менять, правильно? Есть тачки такие, что по автору там еще где-то все в идеале, все классно, пробег 170 тысяч, все родное, ничего не делал. А вот если загнать на грамотный сервис, тебе скажут, ну да, он ничего не делал, ты это все будешь делать. Все это упадет на твои плечи. Касательно, ну кстати, немец, немец, ребята, как положено. Касательно цен. Вот допустим, я называю сейчас 20 тысяч рублей за работы, да, за все озвученное. Уверен, что будет комментарий, хотя бы один, а у нас за то же самое взяли бы 5-7 тысяч. Во, у вас в Москве, во, вот это вот моя любимая, стригут как лохов. Ребята, потом идет обратная реакция. В Москве зарплата у хорошего автослесаря 100-150 тысяч рублей, а в регионе 30 тысяч рублей. И жалуются. Вот у нас зарплаты маленькие, а вы там в Москве зажрались. Вот где вот она та справедливость и правильность, когда ты приезжаешь в одном месте за все то же самое, целый день человек будет делать, он пятак с тебя возьмет, а в другом 20 тысяч. Вот подумайте об этом. Хочу высказаться. Вот есть такой портал Drive2 от сообщества автомобилистов. Когда я туда выкладывал подобные ролики, вот эти BMW-воды со стажем, я всю жизнь на BMW, я не понимаю, что это вообще за люди. Вот в каждой ролике, где я делаю отзыв про свой автомобиль, да, как автолюбитель, все не так, все вода. Заходишь на страницу к ним, а там обзор на чехольчик для ключа. Накладочки я купил с Алиэкспресс оригинальные. Вот и там профессиональные фотки, текст такой литературный. Был осенний день, и я решил побаловать свою любимую машину. Купил ей с Алиэкспресс накладки. Вот это в их понимании круто. К чему я это веду? Тяжело найти полезную информацию от человека по эксплуатации. Задний привод. Многие смеялись надо мной, мол, ты покупаешь задний привод на BMW, да что здесь можно рассказать, это же технологичность. Пока ты сам не покатаешься, ты это не поймешь. Огромное количество людей мне пишет спасибо за вот эти сюжеты, потому что им это действительно интересно. Вот на сегодняшний день это моя третья зима на заднем приводе на этом автомобиле. Сегодня я вообще ничего уже не боюсь, в том плане, что я понял, как автомобиль едет, как работают системы курсовой устойчивости, все эти электронные помощники. И могу вам сказать одно, что идеально. Вот если раньше я побаивался, я прям думал, блин, сейчас снег выпадет, как, что. Но сейчас я еду и знаю, с какой силой мне нужно нажать на педаль газа, и что автомобиль без проблем справится в пределах разумного. Некоторые мне пишут, а ты вот к нам приезжай, например, в Мурманск, вот посмотрим, как ты проешь. Ребята, зачем пытаться самому себе создавать проблемы? Я знаю, что есть регионы в нашей стране, где мало того, что седан с низким клиренсом 140 миллиметров не подойдет. Так там паркетники, где клиренс 200-220 миллиметров и еще и полный привод, не всегда из двора могут выехать. На днях мне пишет человек, а ты вот заедь в какой-нибудь двор, вот в другом районе Москвы, либо в область, а зачем мне ехать в какой-нибудь двор? Каждый покупает автомобиль под свои задачи. И про это вам нужно не забывать. Если вы эксплуатируете машину каждый день, ездите на дальнее расстояние, думаете, подойдет вам задний привод или нет. Подойдет вам BMW с полным приводом, но с вероятностью того, что так же утром вы заведете ее, она там вибрирует. Надо ехать не на отдых, а на сервис сперва, помпу поменять. Потому что болячки-то одни и те же, если мы говорим непосредственно про F10. Поэтому сегодня я передвигаюсь, как говорится, с удовольствием. За рулем езжу, наслаждаюсь. Мне даже нравится эта скользкая дорога, снежок. Ну, свое удовольствие есть. Понятное дело, это все баловство, естественно, полный привод. Это круче, круче, когда у тебя выше клиренс. Это все для практичности вот так. С этим я не спорю. Но вот сам кайф от управления задним приводом поймет тот, кто им владел или владеет сейчас. Поэтому заднеприводные BMW-воды ставьте лайк этому ролику. Вот еще хочу добавить отзыв, про который, возможно, я уже говорил. Честно говорю, забываю уже, что мы там про рассказывали, не рассказывали. Вот смысл. Казалось бы, что может быть сложного в шиномонтаже? Но этот шиномонтаж у меня вот здесь остался до сих пор. Вот опять же, к слову о сервисе, о качестве сервиса. Покупаю автомобиль. Разноширокие шины стоят. 275 сзади, 245 спереди. На вот этих дисках была секретка. Я вам про это рассказывал. Вот вам, пожалуйста, напомню просто. Приезжаешь в сервис, говоришь, здесь RunFlat, разноширь. Ты сможешь снять? На меня смотрит сотрудник. Вроде как, знаешь, я оскорбил его. Что? Это же смешно. Друзья, вот все, кто будут присматриваться к BMW, либо там у Mercedes, я знаю, бывает разноширь, запоминайте вот эту информацию. Особенно, если колеса идут с технологией, ну, шины с технологией RunFlat. Он, во-первых, мне покоцал диск, потому что у него оборудование не позволяло снять шины RunFlat. Они более жесткие. Это раз. Далее, он мне сорвал секретку, потому что он начал ее закручивать пистолетом. Это два. У меня получилось так, что спереди стояли зимние шины, сзади стояли летние шины, потому что в одном сервисе, внимание, в Москве, он мне это все засрал. В другой сервис я приехал, снять они не смогли. Я поехал в третий сервис, снять они мне не смогли. Я поехал в Каширу, к друзьям, в гараж. Где там уже парни с руками все мне сделали. Но при этом проходит сезон. Я опять пытаюсь снять болты уже без секреток. Снять не могут. Что-то там прикипело, пригорело. Я приезжаю в специализированный сервис. Он говорит, я не могу. Час он что-то мудыхался, мудыхался. Я опять еду. Вы вдумайтесь. Это реалии. Вы скажете, друзья, я ездил по сервисам. Вот такой уровень обслуживания. Никто не может что-то сделать из-за того, что один, я не хочу оскорбить, баклан, один баклан засрал мне вот эти болты. Это раз. Далее. Вот, допустим, у автомобиля есть приборная панель. Она цифровая. Это 16-й год. Уже рестайлинговая версия. Ранее, когда у меня была Mazda, Toyota Camry. Там обычная пластмасска, обычная приборка, аналоговая. Вот хорошо мне друг сказал, что, Дима, не разрешай никогда на мойке, чтобы тебе вот эти дисплеи терли тряпкой. Выясняется, что мойщик может запросто начать тебе все там, как говорится, напидоривать, натирать. И вот этот дисплей, короче, он его засирает, он у тебя будет весь... Короче, он его убивает. Теперь, когда я приезжаю, я прям к мойщикам сразу подхожу, говорю, салон либо не моем, вообще просто не прикасайтесь к нему, либо протираете только вот верхнюю часть. Все остальное я делаю сам. Для того, чтобы они не засрали приборку. Это тоже важно, потому что те, кто расскажут, ну вот у нас тряпки специальные для салона, это вот опять вся история. Вот эти профессиональные мойки, они от моего дома находятся очень далеко. Это ехать куда-то в центр, еще что-то здесь. Вот, моют ребята за 400 рублей. Поэтому специальные тряпочки, специальные для твоего салона ни у кого нет. Чем кузов натерли, тем натрут и салон тебе. Вот если мы постепенно приближаемся к завершению, то картина получается такая, что прошло 3 месяца. Ну, давайте даже акцент делать на пробег. 2,5 тысячи км и хренак. 29 тысяч будет до борода, еще плюс замена. Это там, ну, примерно, пусть это будет 35 тысяч. Отдать. Так при этом, да, в силу того, что вторичка, я-то хочу содержать масла, фильтра, работы. Итого 80 тысяч. С одной стороны, можно сказать, ну, конечно, это не хило. С другой стороны, я знал, на что я иду. И для меня эти цифры там сопоставимы. Сначала 25 тысяч отдал за запчасти, потом подкопил, условно, да, сделал обслуживание полноценное. Друзья, здесь делайте выводы под себя. Если у вас, условно, на руках там полтора миллиона, а вы хотите себе машину, и больше денег нету, и вы вот еще кредитоваться будете, там, 1300-500 брать, чтобы вторичку себе купить. Я думаю, это вообще, вот, точно не для вас. В тот же момент, если у вас есть 2,5 миллиона, да, на автомобиль, вот, мне кажется, правильнее здесь, мы уже про это как-то говорили, за 2, например, взять, к примеру, и чтобы пятихаточка была, вот, и серия, чтобы ты не напрягался, чтобы ты приехал, вкинул сатен. Тебе все поменяли, освежили, а дальше ты ездишь, знаешь, сломается там помпа, с цепями будешь разбираться. Это тоже, как бы, недешево с цепями. Ну, у тебя на это все деньги будут. Поэтому здесь делайте выводы, мне защищать марку BMW смысла никакого нету. Прям совсем недавно выходил ролик на канале, где человек купил Toyota Camry, именно с желанием не вкладываться в автомобиль, кроме технического обслуживания. Вот масло поменяю, окей, по ремонтам заморачиваться не хочу, по сервисам ездить не хочу. А мне нравится. А мне вот нравится. Самое главное, что я вот искренне вам говорю, от машины получаю удовольствие. Вот это, я считаю, самое главное. А как говорится, за свои хотелки будь добр платить. Подписывайтесь обязательно на канал, потому что дальше я буду продолжать делиться с вами полезной информацией. Привозить вам новые автомобили с отзывами людей. Если вы хотите рассказать про свою машину, все контакты со мной в описании. Обязательно подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Там очень часто всплывают сториз с новыми ценами на автомобили по наиболее привлекательным предложениям. В общем, вся полезная информация там и будет здесь. Вам огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вы этого не сделали. Пишите ваше мнение в комментарии. Дюжа интересно почитать. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok